Хм... НОу! Итак, дамы и господа, будет как ты в сапогах. Прошу прощения за технические неполадки. Наконец-то лайф! Наконец-то лайф! Котейки! Котейки! Котейки, да. Сейчас будет на Северной Тике. Мне вот эти не нравятся. Ребят, можно я перебью всех? Человек пишет со стримки Голга со всеми заставками. Ворошок, у нас Голга стримил в цист со всеми заставками. Голга 13 тоже, что ли? Я не понял. Ой, нет, Голга 13 у нас, по-моему, Кулхарт. Нет, я перепутал просто игры. В цист у нас какой-то стримил, по-моему, из этой оперы. Не, у нас Голга был. Так, короче, в общем... В общем, короче, на сегодня русская версия Magic Team. Здесь одиннадцатый год. В общем, поехали. Я не знаю, со всеми заставками. Да, со всеми. Какой-то джимпай, что ли, ё-моё. Так. Не помню. Это нормальный стриминджин? Да. Да. Сейчас. Всё. Сейчас скажу, что Дима стримил. Серёга. Поэтому... Я думаю, не будем заниматься нашим самым плохим делом. Это озвучиванием текста. Поэтому текст есть. Серёг, цитирую. Цитирую. Посмотри в канфу, пожалуйста. Ну тогда, да. Нормально. Братья вы. Просто братья. Что? Не-не-не-не, это да. Всех-всех друзей Никитос теперь. Да, женёк, не таких же. А, может от друга Никитос. Никитос. Значит, он стримил. Точнее, стрима, точнее. Люпин сенсей. А, да, точно. Вот. Вот это. Точно. Блин, спасибо. Люпин сенсей. Да. Голка, по-моему, кухон стримил. Да. Да. Да, 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 точно. Ты дурак. Ой, ты динозавр, Никитос. Да я как всегда динозавр. Ха-ха. Так, дамы и господа, сейчас у нас будет самый умный стрим в истории. Нет. Нет, Серёга, это не будет умный стрим. Не надо. Почему? Их перевели ниндзя-мурлыки. А вот неодействие. Потому что они так в оригинале и звучали. То, что вот это... Вот смотри, я специально... А вот сейчас, а вот сейчас, а вот действительно, я подтвержу, что перевод Magic Dream лучше, чем Chief Net. Они перевели Пурурун, как Пулулун. И что является правильным переводом. Потому что... Японском нет звука R, и переводится все R на русский, как L. И наоборот, там, вроде, идёт. Всё, я подтвердил, что они перевели молодцы. Так, алё. А почему же они Янтора перевели к Янтора? Ребят, ребят. Янтора? Ребята. А это уже здесь вопрос, я не заметил. Ребята. Вы зайдите и идите сказать. Ребят, о переводе названия в ритме написано, оригинальное название аниме... Ято ниндэн тянь... Я не знаю как в японском, но не суть. Дословно переводится так. Ниндзя Кашканда. То есть, кошки плюс команда. Вот. Сами котятки зовутся как нянки. То есть, мяу-янки. И входит секретный отряд имени себя. По-русски было решено назвать их ниндзя-мурлыки. Они ниндзя-коты, как их любят называть. Во-первых, потому что среди них есть кошка. А во-вторых, слово мурлыки созвучено с нянки. Вот и всё. Мяу. Насколько логический перевод. Ну, ладно. Проблема перевода, это всегда проблема. Каждый выкручивается как может. Ну, тут хотя бы логически выкрутились. Я согласен. Водоподрибл гейм. Водоподрибл гейм. Почему? Не, ну просто это самое. Это самое. Это самое. Просто человек японский знает и... Я на самом деле сомневаюсь в хикнетовце. Потому что мне их переводы очень не доставляют. Банальной реализацией. Кстати, извиняюсь. Женек, я стою ещё тут. Напиши, пожалуйста. Я надеюсь, ничем концовка на хард не отличается от обычной. Аааа. Я надеюсь, нет. У меня нет никакого желания на хард где играть. Потому что я... Мне захотелось просто постримить старое, доброе, хорошее. Просто поиграть. Мне это не зависит. Без задрочки и всего прочего. Точнее не отличается. Окей. После Би-52 Ванёк теперь не будет играть в игр сложнее Дарк Виндака. Да нет, почему? После Макаймура я не хочу играть. Игры сложнее. Марио. Когда там пятница 13 будет, господи? Сентябре. Так что надо вместе готовить. Папайдер? А, Папайра. О господи. Ах, можно заснуть. Спи. Тебе никто не мешает. Я буду сажаться игрой в одиночестве тогда. Ты будешь сажаться не игрой, а кинцом. Кинцом, да? Так. Я считаю это одна из самых лучших игр на нас, если набил бы перевод. Вопросик. Вопросик у нас. Дай пусть Ваня это говорит. Ну, я в принципе так говорил. Если бы игра выходила на американском рынке, то есть имела бы английский перевод, то это был вообще просто шедевр. Я считаю, что нет. Но, к сожалению, она выходила только на японском. Но японский понятно, что весь мир не знает японский, кроме всего на Японии. Я считаю, что нет, так как она слишком халявная. В смысле халявная Леха? Да. Да, слишком геймплей не особо разнообразен. Серега, началось. Серега, давай просто учитывать тот факт, что во-первых, эта игрушка. По аниме. Вот. Во-вторых, основной потребитель этого аниме был кто? Дети. Маленькие японские девочки. Нет. Именно, кстати, дети. Потому что аниме относится к жанру Кодома. Поэтому... Ваня знаток аниме. Я просто... Поэтому... Поэтому... Кстати, сюжет тут... О, кстати, я могу много чего рассказать по поводу аниме, если будет нас время поговорить. Да. Может я все-таки отвечу человеку на вопрос? Потому что вот Train100 спросил, уважаемые ведущие стрима, у меня вопрос. Можете рассказать основную цель игры в плане сюжета? Ну... В плане сюжета наша задача защищать Эдорополис. Я... Я процитирую просто Ридми, которую Magic Team of... Ну... Джинни, точнее, написала. Написала, вынужден заметить. А... Секретный отряд ниндзя Мурлык и Ятарос Касси и Пулулун сражаются за сохранность своего города Эдорополя. Советником Конусом. Который мечтает занять пост Сёгуна и его подельниками. Воронами Ниндзя во главе с Геннари Саем и Карамару. Ну... Весь сюжет. В три с половиной строчки. Ну блин, ведь сюжет... Это сюжет обычного детского аниме. Да это... Это вполне нормально. Есть... Это и хорошо. Тут... Довольно неплохой сюжет с анимичными иногда вставками. Есть вставки довольно хорошие в стиле такие аниме. Что ещё надо? Неплохой геймплей и разнообразные уровни красивые. Много чего есть персонажа можно задействовать. Учитывая факт того, сколько игра весит и сколько графона в ней, то по-моему это вин. Да это абсолютно вин. Я говорю, я когда только сыграл на русском, я понял. Ну... Просто... Вот... Лучшая бы игра. Слишком тупые боссы. Хорошо. Слишком тупые боссы. Вот тебе доебаться. Серёга. Серёга. Эта игра не должна быть хард-фором. Это игра для детей. Сложно. Её не с аркадного автомата как Макаймуру портировали. Ясен Пень то, что Макаймура должна быть хард-фором. Макаймура то... Я что говорил, что Макаймура это образец идеальной сложности? Нет. Я просто говорю. К примеру. Что там её портировали с автоматами. Ясен Пень там сложность завышенная будет. Здесь это просто детская игрушка. От неё ожидать чего-то такого особенного не надо. Она не шедевр. Точнее это она шедевр, но... Она хороша. Она не лучшая игрока, сказал Ванёк. Но если она лучшая. Я сказал, что по стену... Ребят, это не одна из лучших игр. Ребят, давайте не будем устраивать вкуса срача, а просто наслаждаться геймплеем. Нет, я хочу... Я хочу... Я хочу объективно... Я хочу... Объективно... Что это офигенная игра, но не одна из лучших. Ну я и не буду... Буду... Что она одна... Нет, она из лучших, но... Ладно. Можем посрать. А какие лучше? Одна из скольких лучше? Я считаю, что в мой топ 5 она входит. Ну, может быть, ну... А кто ещё там туда входит? Ну, первая, я считаю, лучшая, это Guardian Legend. Вторая... Ну, пожалуй, вторая и третья, это будет как ароны и гиммик. А четвёртая, пожалуй, я это и поставлю. А Кирби, а Литл Самсон? Ну, с Литл Самсон я играл Кирби, но вот Кирби... Блин, я особо не сидел, не выдумывал. Это топ прям абсолютно. А Баттл Тотса? Нахер Баттл Тотса, гавнище. Чоооо? Что слышали? А Ниндзя Гарден? Чего? Очень Ниндзя Гарден. Ниндзя Гарден хороший, но я не считаю, что она прям... Мега шип. А Дизи? Козвольщина. В топ 10 его я бы его впихнул. Ну, игр так много и хороших, что очень сидите прям втыкать... Это очень долгая, умуторная задача и неблагодарная, поэтому... А Литл Немо. Ну, это надо, я бы поставил как раз бы пятому или шестому. Если бы там не было вот этого кинца. Какого? Здесь? Вот этого. На пятом же месте вот это кинцо. На четвертом. Ну, или на пятом. Ну, не суть важна. Я считаю, лучше для себя. Если, конечно, ты хочешь совсем уж доебаться до меня, то я после стрима тебе напишу топ 10. Я не хочу... Обдумаю его нормально, а не просто оббалды. Ну, я оббалды. Я хочу занять эти бесконечные заставки разговора. Ну, хорошо, я могу еще занять эти заставки сборной тем, что... Например... Много я упомянув оригинал. Например. Низи Коты. Ну, в России они тоже выходили. Но в России выходила, в отличие от Севармуги, американская версия. Которая... Американская версия полный файл. Абсолютный. В том плане, что... Ну, в общем, американская, как обычно, накосячили. Через одно место. Самый японский сериал, правда... Так. Я попробую связать мысль как-то более едино. В рассказ. Поэтому извиняйте. В общем, я тоже плохо связываю слова. Бывает. В общем, вся суть, почему американцы накосячили. Им почему-то отослали сам мультсериал, но не отослали сценарий. Я не понял, каким местом так можно было налажать. Со стороны, кого это было, я не нашел никаких упоминаний. В общем, американцы придумывали все с нуля. Все разговоры. Все. Музыку. То есть они имели только видеоряд. Лол. Я не знаю, каким местом так вышло. Как можно было приобрести права там, но не получить все остальное. Сценарий. Лол. Да как с добрым утром. Ну, в общем, я не знаю, что за дебилы там. С какой именно страны поработали. Но, в общем, американцы сделали отсебятельную бурду. В конечном результате. Вань, это не удивительно то, что они отсебятельную бурду сделали. Они так делали на куче NES-овских игр. Это понятно. Я просто сейчас говорю про этот случай, что... Мне кажется, он несколько отличается от того, что они просто взяли... О, у нас есть это японское, там... Ну, это NES, там... Делаем там по-своему. Просто тут... Они как бы получили лицензию, то есть они могли выпускать в Америку, но не получили сценарий. То есть, как бы, что переводить там. Текст. Конечно, они могли бы там нанять, пожалуй, этот... Ну, переводчиков и переводить, но я не знаю, как они чем тоже думали. Ну... В общем, я не знаю, чем они думали все. Я уверен, что там была такая тема, что у них не было каких-нибудь японоведов. И они решили просто... Наверное, они просто... О, у нас два парня, там они курят. Драма. Пусть что-нибудь придумают. Сюжетники. Они... Пусть нам сценаристы что-нибудь накатают какую-нибудь хрень. Ну, в общем, они накатали хрень. Я смотрел... Я посмотрел пару серий и оплевался о полной. Ну, полнейшее предятие. Я не знаю, я не знаю, как насчет пары серий... Ну, правда, я пытался найти японское, но, к сожалению, японское настолько зажоплено. То есть, найти где-то нормальную японскую серию... Это большой геморрой, раз. А, во-вторых, найти к ней сабы... Вообще, по-моему, Unreal. Я бы вообще не нашел в интернете. Русская саба к японскому мультсериалу. Потому что везде только американский. Там с переводом или сабами и все, что хочешь. Потому что я бы хотел посмотреть именно оригинальный. Во-первых, у оригинальной заставки японского сериала играет музыка Шо и Дети. Ну, в самом начале. Ну, все, я думаю, знают ее. Не буду весь раз напевать своим ужасным голосом. Во-вторых, в игре... Ой, в игре. В аниме-сериале... Ай, идиот. Содержались довольно разные и интересные. Культурные особенности. Скажем так. Японские там всякие отсылки к религии и к тем прочему. И всякому таким вещам. Но, к сожалению, нельзя найти. Ну, по храме... Американская это полная хрень. То есть, для чисто детей... Ну, и... Что пожаловать, что пожаловать. Американского рынка, то есть. Чисто для американского рынка. Хотя, я почитал. На рутрекеры просто как все... На рутрекере как все отзываются. О, стреломое детство. О, круто. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. Ну, тошнотворное говно. Внимание, вопрос. Да. Уважаемый ведущий, скажите. Можно ли читать игровую приставку Super Nintendo культовой в нашей стране? Или все же приставка обошла отечественный рынок, и многие поиграли в эту приставку задолго после выхода играть приставки? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, это понятное дело, просто надо еще учитывать тот факт, что у нас основная часть людей не могла себе позволить Super Nintendo тупо из-за того, что лицуха, что пиратка, они все стоили как бы дохера на Super Nintendo. Это, во-первых, во-вторых, я не знаю, как вы, ребят, а тут надо еще учитывать тот фактор, что... Можете меня сейчас, конечно, говном закидать и прочее, но Фомяковым и НС обладали играми, которые были, ну, к какой-то мере, как сказать... Господи... Я не знаю, как сказать. Играми они обладали играми. Ну, да. Это были приставки с играми. На SNES уже начался дикий ноутгеймс, и там то, что привозили к нам в России, если там посмотреть, то это... Играми-то сложно назвать. А учитывая тот факт, что у нас большинство семей не обладали там большим денежным капиталом, и многие СЕшку уже увидели у нас, по сути, спустя сколько... Ну, не спустя, а в годах, это двухтысячных, двухтысячных у нас основная часть людей увидела СЕшку. Насколько я понимаю, в начале двухтысячных, вот. Из-за того, что она была более-менее приемлема, ее можно было купить. Не то, что Супер Нинтендо, потому что я, как из один в кавычках обладателей Супер Нинтендо, я прекрасно помню, что это такое было. Три с половиной картриджа стоит, извиняюсь за выражение, дико огромная цена на эти картриджи. И стоит рядом СЕшка. Картриджи дешевые, игры графонят, динамика сумасшедшая, есть во что поиграть. И стоит три игры на SNES в упаковочках, все хорошо, мануал на каком-нибудь немецком, на котором там... Который, по сути, не нужен. На немецком. А на СЕшку, по крайней мере, ты вот... Вот если так вот сравнить старую пиратку о Нью Гейме, как бы ее там не назвали плохой, ты берешь ее, поворачиваешь, сзади все написано по-русски. Сзади еще управление написано там, со всякими спецприемами. Ну, правда, их не все описывали, но тем не менее. А на SNES что? Ну, ты приходишь, три игры видишь, и что? И вот в это играть... Ну, к сожалению, это печальная действительность. И SNES у нас никак культовый нельзя назвать. Ну, какой культовый, господи, популярная идея. И вообще нельзя назвать приставкой наших реальных. Да нее вообще мало кто знает. Вот такая существует. В России, ну, пожалуй, да. Единственное, что SNES кому нужна, это всяким ребятам, которые любят там... А, Нью Гейм, Юр ПК. Или Косованио. Метроид. И Косованио. Зей, ну, ну, Марио, ну... Я перебью. У меня просто чувак на работе, вот, к слову, обосведомленности людей. Доказывал, что Фомяком это пиратская версия NES. И доказывал, что тем... Главное, его аргумент был, что он сбежал в офис и набросился от меня. А ты знаешь, что Нинтендо выпустила Фомяком? Ха-ха-ха-ха. 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 Просто набросился с этим аргументом. Он меня просто задавил этим аргументом. Я думал, он скажет, что... Фомяком это пиратский клон Дэнди. Ха-ха-ха-ха-ха. Как ты знаешь, Никита? Я знаю то, что SNES технически дерьмо собачье. Да не про NES, а про игру. SNES. А, про эту игру? А я не знаю. Я... Ниндзя-котов я вообще не трогал. Я их найти не мог, когда узнал про эмуляцию и прочее. Я помню, что я их в детстве не мог пройти, потому что я... Тупой нукой я играл вот этим хоккейкой, который сейчас... Да, всё идёт. А, кстати, наверное, можно помнить то, что тут... Можно хитростью заставить использовать супероружие несколько раз. Без потрачения силы. Ну, это самое. Ну, правда, я не уверен, что выйдет, но я попробую как-нибудь показать. Да. Собственно, это... Там тайминг, вроде, нужен, точно. Собственно, это... Айдар спрашивает некит, что за хурму несёшь насчёт NoteGames. Айдар, я сказал, что игр, по сути, не было. Ну, не было и на мозге-то, если честно, до сих пор нету. Я иногда просматриваю листы из игры, но и что это? RPG! Хрень! Сейчас я... Сейчас онков может у меня закидать... ...всякими неприличными вещами, но... Суть в чём заключается, что NoteGames... Он для таких людей, которые... Для таких людей, как я, кто любит экшены на SNES, их мало, их практически нет. А если там какая-нибудь JRPG, там какой-нибудь платформер дурацкий, или что-то в этом роде на SNES, их приличная часть. Но... На SEGA всяких экшонов, кровавейших, там не кровавейших... Я не знаю, как ещё назвать их, то есть... SEGA была приставкой не для девочек... Сега была не приставкой, а не для маленьких девочек. И я сегодня, кстати, ещё на Человеке-пауке это докажу. Как бы это смешно не звучало. Вот. Вот поэтому по NoteGames я так и сказал, что... В то время игр, по сути, толком и не было. А если и были, то стоили они нет. И сейчас... Игра на SNES очень сложно. Потому что вот, например... Я могу подтвердить слова Серёги. Серёга, продолжай. Хотел я ваш... Поиграть в скроллер. Начал листать весь список на Amuland, качать все скроллеры, которые там попадались. И знаете, что это было в части случаев? В части случаев это был в большинстве. Какой-то говнопорт с аркадных автоматов, который ещё хуже, чем те же самые порты на NES. Да, да, я догадаю. Там он стопудово шёл. Такое ощущение, как будто бы он шёл в 3,5 кадрах в секунду. Примерно так. Потому что... Ну блин, я ему уже сотню раз говорил. SNES не могла в дикий просчёт. Если Сешка могла... И как бы её там не закидывали говном. То, что у неё архитектура не такая. То есть всё. Сешка, по крайней мере, была дешевле в производстве и в какой-то мере проще в программировании. Когда SNES нет. Нет. Вот какой там скроллер. Можно... Извини, Серёга. Я тебя сейчас в интервью. Вот просто сейчас Никита меня бьёт кол в сердце, наверное. Но вроде бы Сега формально вообще не 16-битная. 16-битная. У него процессор 16-битный, но у неё железо дохера по сравнению со SNES. Я сотню раз приводил. Если SNES на обработку сраного Старфокса нужен был дополнительный процессор на картридже, то сейчас энтузиаст один взял и перенёс какую-то часть Старфокса на Сешку. Никаких процессоров, ничего снаружи не стоит. Он взял оригинальное железо и Старфокс идёт... Ну там, конечно, фреймрейт неприемлемый. То есть 15-20 кадров в секунду. Ну то есть 15 это когда там дофига объектов творится. Тем не менее, она работает без каких-либо процессоров. Ты взял там, зашил этот ровный мегабайтный. Вставил, играешь на Сешке. Про SNES нужен процессор какой-то. Ау. И блин, вот в этом весь косяк. Если взять все игры на Сешку, у них там что стоит? Один контроллер... Брр, контроллер. Один кусок там, ну памяти там, флешка, не флешка, там, депром, называйте как хотите. Просто кусок памяти до 4 мегабайт стоит и всё. Больше ничего не надо было. Развёл его, вставил и играет. На SNES же нужно было ставить контроллеры памяти, защиты, чтобы как-то это через пень колоду запустить. И я к чему это сейчас говорю? Почему SNES была не такой распространённой у нас? Не в том, что дело, что там, ноу-геймс и все дела, но просто производство было довольно-таки дорогое, пиратки. То есть там надо было микросхем самую тучу выложить. А на SEGA, ну на SEGA любой человек, который способен там, я не знаю, сопоставить контакт с контактом, спокойно может сделать картридж на SEGA. Это просто я... Я дико угорел просто по созданию картриджей, посмотрел на SNES, чуть не захлебнулся от того, сколько там надо. Когда на SEGA взял там, купил какую-нибудь флешку на 4 мегабайта, посмотрел на её контакты, посмотрел на контакты, которые у тебя в слоте для картриджа, просто соединил их проводами, хоть напрямую припаяя её и всё, и играя. Она проста была. Она была мощная и проста в то же время, поэтому она круче SNES и... Экшоны на ней были. Ну и... Ладно, если я уже завёлся, так уже, как говорю, всё-таки... Меня сейчас могут, конечно, говном закидать и всё, всё такое, но SNES всё-таки консоль для маленьких девочек. Потому что... Потому что... Экшоны там, всякие взрывы и прочее. Но у нас-то в России с SEGA знакомилось уже такое... Зрелое поколение геймеров, которым уже там, я не знаю, был лет под... Не знаю... По 10... По 10... 15... Да, как бы это слышно не звучало. И... Их бы эти детские игры уже не вставляли. Вот. И в этом вся и соль заключается. Короче... Вот, в этом вся и проблема. Короче... Я... Я не знаю. Я, конечно... Короче, не знаю. Можете закидать меня вообще всеми... Хипомоями. Всякое говно SNES рулит. Я смотрю с Ларуны мне срать. Всё. Хорошо. Я... Я согласен. Хотя SNES действительно такой же хрень, там игр... Заличайно мало. Я... На Genes, если... Если често... Тоже... NoGames. На SEGA? Да. NoGames. Так... 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 Тихо. Тихо, секундочку. Секундочку. Давайте... Давайте не будем сводить это всё к срачу, Которому... Мне нравится то, а мне нравится это. А почему мне нравится? Да потому что мне нравится. А мне тоже это нравится. Давайте не будем сходить за это всё к срачу о таком. Но тем не менее. У нас тут вопросик ещё появились и... Давайте жутки на них отвечать. Блин. Так... Чё там опять про аппаратный строллинг? Не-не-не, щас я... Щас я расскажу. Просто я покурил. Бедное моё лицо. Блин, а чё за херня? А вообще получается нормально. Ребят, кто сейчас в чате пишет... Не обижайтесь, я могу вопросы какие пропустить. Пожалуйста, повторите. Потому что я тут дофига вопросов. Я стараюсь сейчас задать. Так, спрашивают. Почему нинтендонт, кстати... Нинтендазон вроде правильнее... Я не знаю. Скорее всего так правильнее, исходя из какого-нибудь американского... Ингришского. Фиг знает. Я не знаток правил. И в грамматику... Ты про что сейчас? Ну, просто человек спросил, почему нинтендонт... Когда нинтендазон правильнее. Не знаю, честно. А... Ну, потому что они, наверное, упростили в целях... Именно что? Прикламной. Вань, это, скорее всего, вопрос к тебе. Следующий. Перечислите, пожалуйста, игры на NES, основанные на аниме, если имеются. И какие из них вам нравятся, кроме этой. На NES? Давайте подряд перешли. Именно на NES? Да. На NES, я слышал. Но... Если честно, в Википедии есть целый лист список игр. Точнее, сделанных по аниме. Там можно поискать, кто же сделан на NES. На память мне приходит... Ну, во-первых, Сэнсэя, Аут Рун Десу... А-а-а... Чё-то только что... Ну, а вот это вот... Давайте по качеству. О, ты чё, издеваешься? Их там вообще рукой, наверное, можно... Нет, рукой не перечитать, всё-таки японское аниме там дохрена. Только вопрос, какие игры там, говняные нам неизвестные. Из известных он не так, в принципе, и уже много. Так, во-первых... Стоп. Ну... Вот эти игры по Гандаму. Всякие. Гандам, ну да, макрос, кстати, ещё. Непонятный. Ну... Так, во-вторых, этот есть Great Battle Cyber по Ультрамэну. Игры ещё есть. Ультрамэн Клаб 1, 2, 3. Дальше есть Fist of the North Star. И Хакута Но Кен. Дальше. Есть Dragon Ballы. Такие наркоманские, работают на разных эмулях. Не советую никому в это играть. Вот Dragon Ball, который Кулкрат, по-моему, стримил, он самый нормальный, по-моему, и всех. А остальные, там есть, короче, в графоне стоит Dragon Ballы, типа вот этой игры. С таким типографоном. Такие наркоманистые. Фух, ужас. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Вопросы дальше? Нету. А, ну ладно. Игры по аниме. Чё ж там ещё есть? Да дорекаешь какая-то японская хрень. Ну там до хрена эти японская хрень, я думаю. Смотрите, как ещё аниме, ну для нас это неизвестно японское ни при ничто. Потому что... Потому что. Это Япония, господи. Ну я говорю, из известных, в принципе, не так же, наверное, думают и много. Но опять же, я уже сказал, Сэнсэя, Хинотори. Что за счёт такого? Луксурон Десу? Ну, Люпинсун Сэй. Ну, а нет, Луксурон Деса, это вообще по манге. Люпинсун Сэй, Пандора Налайсен. А, Люпан Налайсен. Люпан 3, в смысле? Ну да. Голга 13. Ааа, тут тоже ещё. Ещё что-то было? Только не вспомнишь. Ну опять же, тут нужно много чего приводить. Прямо так особо и не вспомнишь. Чтоб будешь всё-всё-всё перечислить. Нажискать какие-нибудь списки. И долго полно сравнить так. Секунду, пауза. А, кстати, физика у котов вроде более-менее знаковая. Я не знаю, может они по скорости чуть-чуть отличаются? А, в смысле между главными, если честно, я никогда не замечал. А, ну кстати. Разные способности, да. Кстати, Кидао Кисецу Падл Лейбор. Тоже на NES есть. Какая-то, ну по мне, хрень по сравнению с NES-овской. Ну, точнее, она вообще отличается в самом стиле игры. Ну, по-моему, просто хрень. Само по себе. Хотя какие-то наркоманы перевели её на английский. Ну, видимо, потому что там переводить текстов было два грамма. А они не запаривались. Блин. Дурак. Тай, ёп, шлищет. Почему он обычно в другой край смещается? Идиоты совсем. Тай, ёп. Думаю, понятно, почему я играю не на харде. Потому что... Потому что я без головы вообще все, что можно. Лол. По привычке я обычно играю просто игры, пробегая их. И особо не запариваюсь по поводу железней и все прочего. Точнее, привык не запариваться. Кроме тех игр, которые нужно подготовить, там, до стрима. А те игры, которые я двести раз уже играл, переиграл, ну, чё их, как говорится. Дайте мне железней. Надо выбить жизни немного, а там, да тут не так много жизней. Этот босс меня бесит в этой миссии. Бали. Блин. Да, применял их. Да. А вот столько, что, кстати. Я два раза применил супер-атаку. Получилось. Так, Арут, я вернулся? У меня тут просто... Ну, собственно, скажу, как супер-атаку применяется. Ну, думаю. Надо нажать в определенный момент опять супер-атаку. Тогда произведет он подряд два, насколько я понимаю, два выстрела. То есть, без потери энергии. Но как-то подряд спамить этим мне никогда не получалось. Ам. Всё. Ам. 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 Это какой уровень? Ну, могу сказать ещё то, что для меня, допустим, было в детстве такое удивление, когда мы наконец-то поняли, как быстро бегать. Ну. Какой уровень, я спрашиваю? Да не знаю, какой уровень. Шестой или седьмой. Вань. О, Ром. Тут уровни же пихелища и тут собьёшься. Я чё помню? Там был пятый, это, наверное, шестой. Ребят, давайте на вопросы отвечать. У нас вопросы. Да. Вопросы есть, поэтому наконец-то. У нас наконец-то есть вопросы. Да. А просто у меня тут это в гости, поэтому я тебе извиняюсь, может прерваться под время от времени. Ну ладно. Так. Перечислили игры, хорошо. Дальше. Да, Никита помнит Jurassic Park. Jurassic Park помнит, а Jurassic Park 2 на NES нет. Так, да. Тайные. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот, человек написал, а Никита на SEGA аппаратного параллакса нет. Ну и что, что его нет? Аппаратный его... Господи, аппаратный SEGA есть? Что это такое? Что это такое? Что это? Что это? Я немножко поясню. Я узнал, в чём вся соль аппаратных этих вещей. Они просто выполняются быстрее, чем если их на софте реализовывать. Но, тем не менее, на SEGA куча игр какую ни посмотри, там параллакс везде есть. А то, что аппарат, там, ну, хер с ним нет и нет. Если программеры недавно из-за выражения, то реализует и софтварный, который будет работать очень быстро, шустро и всё. Ну, которое ты реализуешь за одну секунду. Ну, да. Вот, например. Что там реализовывать? Что там реализовывать? Подумаешь, прерывание там через 3-4 строки, там, допустим, пускать и всё. И пусть оно двигается в разном. Не важно, ладно. Так. Я думаю, Эдару ты уже отвечал, Серёга. Отвечал так. Да-а-да-да-да, господи! мега на рус или на англ что за него а вот кстати у кого beyond oasis история то с батарейкой было ну алекс я не знаю по моему beyond oasis это же сеговская игра да вот и сколько я помню китайцы могли вполне батарейку пиндюрить туда с памятью ничего не стоило стоило только у нас картридж стоил бы станижем и наверно можно сказать то в принципе мегамэн тоже сделан по ним и ну или бы по манге мегамэн по моему аниме попозже появилась вроде но он может я говорю поэтому позже возможно может по манге возможно есть есть вообще манга я не вдавался это самое хотя возможно это оригинальный продукт ну ладно соломи он спрашивает вам слабо проходить дефолтным оружием эту игру ну тут вообще приходить нечего даже хоть дефолтом хоть каким и тупо затанкует боссов просто затаковать бонусов атакой и все тут же нет никаких времени не это неуязвимости у боссов ладно на вопрос от трена в эту челленджи про иксбокс нет еще давай давай сначала пройдемся по всем потому что у нас дофига собралось так интересно досполно кроме как на нес их есть игры серёга поясни чё еще раз извиняюсь интересно досполно кроме как на нес есть игрок есть он я в только играл недавно но вообще никому неизвестная платформа 708 но пожалуй да но дох конечно назад неизвестно сложно еще что играла что играл на снесе а я в аркад в аркадный автомат игра очень много ну так очень много российского влк не ну в принципе есть есть игры кроме как снеса просто насколько я знаю серёга устроил давным-давно похождение по всем играм практически по всем играм на нес и она продолжается до сих пор считаю что через всегда возникают всякие игры файер холка и так далее я уверен что он уже скоро закончится потому что ты уже там я не знаю что только не проходил ладно человек спрашивает кент спрашивает физика у персов одинаково и вводит до скины но и атаки игра про мужика в костюме выборы у царон десу это тебе ваня это у царон десу то что я стремил как раз мужика в костюме выдаве и чернокрыл спрашивает назовите хотя бы пятерку говно игр по вашему мнению на нес это еще сложнее и 52 номер один нет и корева ладно хорошо не номер один пока еще не понятно она и играбельно на первая круга второе я не знаю ну это но она непоносная кал блин это самая плохая физика и в истории вообще эти игры которые только видел я дойду посмотрю что там такого проще бипся 2 дальше и карри варьерс 1 и 2 но это прошел заглаживость ладно правда тут же спорить дальше чертов кьюберт ой тащи это какая-то хрень чертов который мыть блин киберс блин не тут афина не знаю блин афина но в общем это херова порт с аркадом но все не говно игра но если нет он не сказал же не скажу что-то говно игра это но это хреновый порт то есть они просто ради управление что-то еще там вы сделали сложнее но не какой-то поносный трэш вы конечно соломонский один она конечно ну да а я не знаю я не знаю даже что привести на нас среди год на и я еще на зубе я еще стоить за не ящен за увезутся 2 рост 3 но в этом никто не играл неправильно я этим я могу привести и наверное первой игрой это будет один дома первая часть просто и чешкой день играл дерьмо вот дальше дальше а мне на самом деле дальше ничего не приходит и опасали не знаю маджонги да пожалуй еще хоть их в хрена принципе такого говно если начать рассматривать все подряд да если нас начать рассматривать любую синий бэтмен из своей армии ё-моё блин вот отлично я смог исполнить подряд ну смысле не подряд один дополнительный удар и сразу убил так это это сделал зажав трубокнопки нет трубокнопки кстати помню паша нужно именно как-то попасть в какой-то онтайминг нет я нажимал и атаку именно ну по камере у трубокнопка меня никогда не получалось потому что нужно нажимать атаку то есть вверх все равно постоянно то есть на трубокнопка вверх но кстати не пробовал так лол хорошая идея я врываюсь у нас тут вопрос да мы видели твой твой вопрос да 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 я тебя по всем пройдусь сейчас это я просто если кого-то там пропущу ребят так что ладно вопрос уважаемый ведущий расскажите свое отношение к современным приставкам как x360 и ps4 там совсем ноу-гейм не можно сказать что они торт или современные консоли уже не имеет смысла в нашем времени мощных пк компьютер остался ли нужда в приставках но да ты технические все таки я я не особо техническими тем не менее отвечу во первых они имеют место нашим мире почему потому что приставка это как ни крути а это конкретная конфигурация это во первых вот не то что ты там комп собралась не пойми чего потом пытаешься выкачал какую-нибудь игру которая написана была под одну конфигурация на твоей она не запустилась и тебе там надо мучиться 3 миллиона дров качать и прочее на приставке ты вставил диск и играешь все там ну или выкачал игру запустила играешь без каких-либо проблем ну конечно сейчас на сети ps3 там xbox 360 это гемор представляет из того чтобы выиграть и лык пунте к слованию вставляешь диск с игрой и баба все 20 там гигов но это образно говоря 20 гигов давай апдейтов выключаем чтобы у тебя там на уровне босс был на пол сантиметра больше что-то в этом роде давайте качать обновление и вот это вот на самом деле бесит современных консоли то что апдейт и не апдейт и вот раньше было круто то что она была тоже да вот вообще просто я в том плане современка этим бесит но не только эти 10 мин к бесит тем что если раньше не было по сути как таковых определенных жанров все пытались экспериментировать как-то выходили естественно игры там может бешеный может бешеный это кровно не давно то сейчас все просто эксплуатирует старый добрый жанр и никто не хочет что-то новое по этим бэйдега расслабиться наши разработчики разработчики которые хоть как-то что-то новое привносит они пытаются что-то сделать а раньше нет раньше конечно много там паста было это не отрицаем но было же дофига игр которые имели абсолютно другой жанр и они оказывались винами например 52 серебри 52 с технической точки зрения интересно потому что был тот по сравнению с ним блин ты ты видел твои кто это ведь я видел игру там кроме графона ничего нет и края я видел его видел игру а ты посмотри сколько-то она весит 64 килобайта я не но я понял что пихнули дофига всего в каким-то чережок на методом я дети потом ссылку на статью кину на 52 там человек которого малую просто расписал так да я тоже почитался вот ну ладно принципе эти консоли имеют право жить но эти игры я считаю то что блин вообще меня на самом деле раздражает раздражает тот факт то что у нас сейчас графон выкручиваю просто вот стараются там футористичная картинка а геймплей вообще нисколько единственные конторы которые текущего поколения радуют rockstar games потому что они что-то привносят хоть и эксплуатируют старый добрый жанр вы как-то их модифицируют делать чтобы интересно а чё у них еще кроме биташки да блин red dead redemption они даю кого-то я сейчас тупо умру лоу ненавижу на врагов серёг урок старовцев дофига игр но есть так поиграть у них и сравнить они там хоть и в какой-то мере похоже но они понимаешь каждая игра приносит что-то новое что-то интересное кстати а у них рокстар выпустили рокстар кстати выпустила все довольно-таки интересно судя по зная закон на всякие мере кости и все прочее то же самое манхант ну да то есть чисто мочилова серёг разница есть принципиальная между всякими каташками вот сейчас например который выходит 5 17 между мегаманами есть разница я не знаю я не люблю мегамачёву каташках есть каташках есть потому что механика все время меняется если вот смотри в 3 каташки был кривой очень кривой open world то есть там ну и то есть с натягом уносить он уже был идеальный посетите он был неплохой там еще понимаешь атмосфера играла свою роль сан-андрес уже сделали rpg вода это было какой-то в какой-то мере переосмысление 3 пита все равно пляски-пляски из бубна вокруг от того и того же костра ну почти а вот 5 уже понимаешь самая сама концепция того что тебя дают играть за трех персонажей можно переключаться они будут заниматься чем-то и плюс еще там вот эта куча возможностей и по-моему это неплохо и контора которая сказать как-то пытается двигать прогрессы все-таки коджима продакшнс о да как как бы это совершенно не звучало я наша легендарная коджима продакшнс да я хоть и люблю просто ужасно металлогеры фанат могут посчитать на что-то фанаты следят любой дерьмо какой-то наряда но супер ждешь они отличаются от от 3 гаммана что металлгиры конечно же часть учатся сертель металлгир их механика она в каждой игре становится уникальной понимаешь и то есть там вот что-то новое привносит вот например пятом металлгире мало того что они умудрились на старых консолях выкрутить графон так что это мелочь конечно фотореалистичную картинку общем выдают так они еще дали open world то есть представь стелс в open ворлд если раньше нам давали коридор и поэтому коридор могли пробежать и теперь нам свободу дают толстейшую свободу действия я тебе мог заметить что например сейчас на меня снять сам по-моему эпично честь сюжета хорошо если так я не завтра ворвусь на вы решетет пока мы разговариваем по-моему начинать самая эпичная часть сюжета туда и даже умирает главный герой алоу по-моему вообще отлично сделали все и с картинами заставками так даже на весь экран эпичненько из эпичного возрождения ну блин просто эпик скажи спасибо мапперу маппер мог а что за маппер еще параллакс вон есть видишь сзади облачка да да то вообще все есть там даже маленькие пиктограммы глянь будет а нет там были какие-то пиктограммы она же не казалось ладно ладно я бы сказал что даже маленькие пиктограммы бегают где-то в поле как-то не не так ладно не буду забей в общем в общем соль в том что консоли вообще должны жить потому что конкретная конфигурация она дает просто тот факт то что ты вставил игру играешь с удовольствием как разработчики задумывали она пока ты ну да ты играешь в эту игру но не факт что она запустится и будет у тебя работать тебе надо обновлять каждый раз конфигурация консоль ты купил и 10 лет стабильно играешь какие-то идики кинцо ну да сейчас пока кинца вообще эпоха кинца на самом деле бывает я опять забываю про вопроса эпоха кинца началась по-моему это год из шестого сна язвил чирок вот не риан и ровно со смаза реального года я буду всегда все или на микрофон ребят нет не в этом дело я просто говорю то что эпоха кинца началась 2006 года почему а вы посмотрите на список игр scarface godfather ну то есть я поп тогда перестал играть я для меня просто так в тот момент появился ком 2007 я эти игры достал и и там еще warriors выходили правда на консолях но блин они взяли старые фильмы и начали просто делать по ним игры и вот что вот это началось я честно не понимаю почему тогда переломный момент произошел да все игры начали скатываться в кинцо самое интересное то время еще поездки вышла ладно фиг с этим разговором принципе не битва связи от умерщить быстрее ну что ты разбираешься по техническому устройству с 3 в какой-то мере а что я ценил вспомнил да у нас просто вовсе купили булочную ps3 давно еще несколько лет назад она естественно сломалась скоро и наполняет всех потому что какая-то компашка сказал что включить просто и будет стоить половина стоимости ps3 и и чего деньги купили что ты толстую купили приставку я не знаю ну она лакированная вся или нет ну да а ну это понятно я сейчас поясню почему она сломалась у вас там стопудово у нее желтый огонь загорелся очень короче если они бомбану вас стали а что мне бомбанулся ли в одном месте это косяк nvidia серёг на деле потому что nvidia из-за того что в 2006 году такая вещь как рог с по моему она ввела в общем ограничение определенная то есть нельзя было использовать свинец и по и там еще и прочее там кучу материалов сменилось в общем в результате чего они там скосячили очень сильно вот на видеокарточках за чего там чип во-первых припаивался к этой подложке чип во-первых припаивался плохо во-вторых просто прямой растекался из-за перегрева и малин и этот косяк до 2009 года в 2009 году nvidia исправил этот косяк и собственно любую ps3 2009 года можно покупать спокойной душой все закрыли тему пошли по вопросу ой ой сколько вопросов не где-то тебе нужно реально пилить программа просто я нет такими игру и которые просто вау нет нет ну блин я сейчас я сейчас пилю в какой-то мере клон метал гиро который нет самая первого или пятого 1 графон как на стежке не на графон там понимаешь там не графон вся суть а просто мне пришла идея управления под планшетки всякие такого еще пока я не как переложить никита а это самый android версия металл гиры хороший вид ну там металл гир насколько я знаю фанатский был и там он так не играбелен по моему не знаю что там фанатский типа первым металл гир в 3d был я его посмотрел я поржал и удавил и забыл о нем конечно круто то что переноси подыграть не смотрел третье финалку на android я смотрел себе я поиграл лавана углаживание не было что-то металл хотел договорить говорю ром все-таки поиграем и мы сексе в оригинал причем ром купим с икс и оригинал я там и секса за двух игр я лично не вижу не вижу никакого смысла покупать землю вполне можно поиграть в эти ладно неважно блин уже у нас вопросов ребят это же день не забываю что бежит сказать боже хотел вопрос прочитать там следующий да я их потерял и тут у меня вопросов уже по моему все улетело никита расскажи про геймбой как 8 бит такой маленькой коробочке делали ака я не знаю что рассказать про геймбой ну там один процессор и он работает как-то яйца я без понятия геймбой не копал ребят так что ничего сказать не могу извинять почему ты не копал очень даже не было интересно жалко послушать что на геймбой саму покрасивше чем на нас нет ну там конечно она покрасивше скорее из-за того что там экран поменьше там спрайты не то сама выглядит получше как тоже пройдем я я не знаю может там какой-то переосмысление было но в геймбой меня не интересует даже по сей день я его купил играю и как то что там не видеть этот кирпич и более продвинутой версии геймбой адванс 1 модель без подсветки мелко такая да ну не мелкая она просто в руки ложится от подушка она мелкая у меня с моими длинными руками ну пальцы это неудобно можешь проект это в московском метро скейте какой-то быдло приз предстоит на тему что я вышла ли ты попадаешь носик блин не хватает они сегодня покажет какой-то пристал я шел в магазин и стал ко мне проток проток я не выдержал уйти начал орать на него посреди улицы он пристал ко мне проток проток блин на него посмотреть страшно было просто я не выдержал начал орать потому что я заходил в магазин он ко мне пытался пристать я в наушниках не упрошел выходил из магазина он ко мне пристал остановил меня за руку я не выдержал вопросы никита абсолютно их с ним ребят стоп стоп секунду господи сколько вопросов так ребят кто не проходил игру один дома на стриме это это игрой сложно назвать и лучше не играть коля коля проходил один дома 2 а я нервы вот на сяшке 1 дома 2 еще более-менее по сравнению с направлением в версии не вариант у ой ай ой 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 экшн шин шин 52 в ребина где ему и место ладно можно я скажу на современный консоль это кинцо то сотен со никто не играл в day hard на с это говнище кстати играли играл и как или не играл говнище зачем него играть говно говном монек в этой игре даже старается я говорю я просто я говорю я за неделю все осталось три бы вычитывая завтра уже что-то планирую я не знаю чего поэтому я просто я думаю чем за таким что я и знаю вот а кстати это что же тех мода тоже стекла так ладно так 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 а зачем диски на новых консолях сохранил игры на хард и все ну конечно ты сохранил игры на хард а хардами как знаем я не летят как не знаю что сохранил ты эти игры на хард там ps3 сдулась и накупил ты все тысячи денег кто не вложил молодец а у тебя хард сдох ничего не выкачаешь больше эти игры все деньги потерял поэтому лучше иметь диски то есть физическую копию которую а лучше steam это вообще постим стимом я все жду и надеюсь когда гадем уже он со стимом на банку что за говнори тут разъехали и пиндос ну да ладно диски это хорошо на новых консолях ты купил диск он у тебя есть с ним ничего не случится есть и конечно его там не сломаешь не сожжешь ничего не поцарапаешь дико а хард может ломаться в любой момент поэтому берегите хорды я уже вон человека паука горел ладно как узнаю стоп надо надо грифта как не выдерживает даже обычно ударов легким топором это легкого удара легкого ударов не понял о чем ну это же геномана проклеить серого слоненку было то что наши картриджи не выдерживали удары простым топором легкого удара простым топором конечно не знаю ребята конечно извините но иногда наркоман и всегда здесь оказалось что это не просто кубик воды какая-то рожится еще на нем есть тоже на задней точке какие-то рожится вы рисовали наркоман лучше у меня за через как удерживаться воздухе как как вода держит понимаете какой-то классный геймдизайн не тупо был набор квадратов они взяли квадрата расположили серёг а ты попробуй запилить игру в два килобайта у тебя 2 килобайта видеопамяти и попробуйте пригласен гемор выкручивались как могли ладно не суть какими винами они оказывались красными или белыми а я не знаю я пропустил уже всю суть так некий вопрос к тебе как известно нинтендо вью нет поддержки флэш то есть не музончик тем так как послушать не видосики его вот вопрос это все конец то бишь если нет поддержки то никакими прошивками разрабовались и значит так поводу флэша флэш сама по себе как технология мы скажем не шибко хороша это во первых вторых флэш флэш а мы сейчас очень многие люди перекатились вот даже тот же самый youtube они видосы хранят не в так называемый флв в mp4 а сейчас mp4 даже поддерживают там страна китайская приставка какая-нибудь так что в какой-то мере можно запустить конечно определенные плееры и это не конец флэш он сам по себе имеет дикие ограничения вот музончик в тентаклике послушать можно спокойно если у тебя там приставка поддерживает тот же самый mp3 потому что она по сути mp3 выдает она сейчас будет кококо да защищая огнем кстати довольно неплохо тут придумали то что да еще дается немного жизней я люблю когда мне перед боссом дают жизни все я в принципе я продамся игре как в которой есть на жизни блин нормально да бод перед боссом даются и нет какой-то херни аля мегамэн защищаясь десятью боссами хоть и по 3 не вышло 8 мне не выгодить это слово уже паттерн собственно на флэш и не все кончать эти новые геи как никакой у вас какой-то мере не стоят и все меняется и на крайняк там запилят может какую-нибудь пум брюшку но на вей вей как в мультимедийную систему вию тем более воспринимать я считаю не стоит как мультимедийная система не плоха какой-то смешно не звучал как мультимедийная система хорошая xbox one ха 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 на самом деле у сони вот начиная со второй сонки вот есть там поставить хум брюшки всякие можно смотреть спокойно кинцо с флешек и прочее делать чем я собственно сейчас и занимаюсь потому что меня по из 3 уже нет да как бы это смешно не но я спокойно кинцо смотрел через ps3 и это было круто и там блин чего там уже и прон можно было смотреть на ps3 когда на xbox а такого не сделаешь и ноги и на видео она ps3 можно ахипа этому йог мультимедийную систему лучше воспринимать успеха можно купить у китайцев за 50 баксов коробку мультимедийную втыкать флешки и смотреть что хочешь самогаменный уровень выгодно видео она консоль с играми для детишек какой-то мере марио там одно и вот нинтендо по крайней мере держит свои политики то что то вот мы семейная приставка все все для семьи давай каймура 52 до и к ревариус даже ваша бабушка сможет пройти и к ревариус ладно и суть хик с ними они по крайней мере какой-то лидер сплат поехали дальше так только никто макс пин 3 ладно на нибудь на я не понял так довольно глупый вопрос не знаете это опять вроде последней серии точно неизвестно самом деле это опять не последние серии насколько я помню бывают новость бои древних что проксоров лет и так года четыре назад или три до они нет они они регистрировали домены всякие по типу да там 5 них был домен еще что-то у них там дофига доменов был зареган уже на их имя они опять же могли просто зарегать а потом ну не бойтесь все и не факт но урок старов урок старовцев гитая это самое так сказать но это точная игра на которой они зарабатывают бюджет и могут себе позволить пятилетний цикл разработки вот и все поэтому это недалеко не последний я считаю ладно 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 металгир этой коробке беспалево ну я расскажу в чем соль кодзима в одном из интервью говорил то что почему появилась коробка он большой любитель так сказать их местного в японии распространенного в какой-то мере рассказывать человек в коробке там как раз таки рассказывал что жик укрывался от всех коробки это отсылка к этому рассказывать я точно не помню кто автор почему погуглите может найдете это интервью точно узнаете взять это он арина сану говорил из гейм-центра six вот он вспомнил поэтому посмотрите вас говорил арина сану то есть арина сан из гейм-центра six кодзима встречался и про металги ранее говорит а вот он ему рассказал почему коробка вот коробка лучше средства любая коробка в какой-то мере если конечно так как насчет того что игры на консоль стоит две три тысячи она пикуют не дороже тысячи опять же не нужно ничего обновляет дрова допустим рассказываю почему почему на пк игры стоит дешевле во первых на пока игры никто не покупает их все воруют всегда там меньшее количество людей купит их в основном так что у меня шоу на лично давай я закончил отлично но я на вопросик отвечу вот на пока очень малый малые продажи так сказать на консолях куда большие продажи и народ там они отбивают как правило игру которую удалось трое суток на консоли вот почему все игры в основном на консоли разрабатываются хорошие потому что то что это выгодно прибыли и разрабы не будут сдуваться так как те же самые ребята из human которые запилили open world полноценный в мизурно фоллс который я хотел стримить на свой день рождения вот они на первой сонке запилили отличный open world то что silent hill просто обрыгается своим туманом там просто я не знаю ну кота 3 до этого доходила вот наверно по сей день там можно практически в любое здание выйти можно кататься на машине можно много чего делать но единственный косяк у этой мизурный фоллс она на японском и вот ребята из human они там продажи не не вошли и собственно обанкротились после этой мизурный фоллс потому что очень много этого всего да она на консоли вышла но не вовремя ну я сейчас что-то улетел не знаю еще рассказал и не на консолях на консолях просто получают игры такие которые прям вообще поднимают всю кассу за трое суток это бизнес чуваки как не крутите не это бизнес ничего личного поэтому дай пищку это каждый каждый год не годненными call of battlefield да как call of modern потому что пока хавают они делают от кем людям которым это все надоело и что хотят свое иметь свои идеи это инди инди ну и идите на самом деле молодцы и вот яркий пример того что господи кто у нас разрабатывал брейд я забыл как мужика зовут да я никого там не знаю но не суть в общем этот раз рап его сейчас sony вроде как под крылышко взяла и он разрабатывает свою какую-то там офигенную вещь под ps4 это круто то что и инди разрабы получает возможность стать куда-то более чем серьезным нежели оставаться там вот мы запилили нищебродами действительно если вы смотрели инди гейм в муви до красовой я просто посмотрел и понял что просто настолько это жопа полно ты они реально доживут по три года просто в жопе полнейший просто живы одной идеей я пилю эту игру все все живут так поделать все кто начинает там свое что-то ну да 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 любой любое дело она всегда в жопе начинается и лет пять сидишь в жопе это стабильно если там кто-то открывает свой бизнес лет пять ты в жопе будешь сидеть там перебиваться с хлеба на воду чтобы уже хоть как-то ладно не суть воен с этим в тем времени наступил перевала перевела джинни 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 она кстати да че попроси ее перевести японский мультфильм и раз и вот с к ним и краска готов нет она навряд ли возьмется она как бы вот сейчас наверно всякие там смеяться но она софт разрабатывает там на android уже херу тучи игру ли выложила но не суть так господи никому это не надо какая печаль конец всего надо силу а спон ты можешь проснуться да да так чуваки ну что я так понимаю сейчас будет мой separation and anxiety очередной spider-man я дарит интересует два вопроса первый вопрос неужели игр игр по человеку пока бесконечно много второй вопрос неужели игр по человека паука на сеги мега драйв бесконечно много носили мега драйв их пять частей во первых из которых я отстримил уже три с половиной вот сейчас будет еще одна часть и в общем не до не уходить вы просто и просто я же обзор пилю да ну ладно все никуда не расходим сейчас будет